здравствуйте уважаемые зрители моего канала у меня уже наступил праздник 30 40 уже подписчиков 40 подписчиков это хорошо буду вам уважаемые 40 моих зрителей рассказывать что произошло новенького сожалению были разные обстоятельства по которым не смог я быстро записать новые видео но тем не менее сейчас есть даже в этом даже есть что-то положительное потому что есть опыт например эксплуатации часов сложно их назвать потому что все время на язык просится нехорошее слово в общем часы это вот вот эти про них собственно я и начну получил я их в общем-то давно это где-то уже недели наверное две назад спасибо продавцу продается кстати такой странный какой-то у него сейчас один заказ вот мой вот эти часы только и мой отзыв там висит ссылку на продавца естественно кинул под видео вот но тем не менее он все прислал прислал довольно быстро и на удивление достаточно качественные часы поэтому про них я более подробно расскажу значит на картинке продавца они достаточно грустные там очень не очень качественная фотография даже несколько фотографий не очень качественных и в общем ну мне показалось что ну в общем рискнул я решил рискнуть потому что мне нравится в общем то механические часы с автоподзаводом а именно эти часы такие и есть они даже еще немного скелетона как вы посмотрите здесь здесь есть маятник прозрачные стекла через который видно как работает механизм написано что они водонепроницаемые и сделаны из стали ну судя по всему до металл тут присутствует вот поскольку я уже их довольно долго но в течение наверное месяца наверное уже носил с удовольствием я уже могу рассказать про опыт их непосредственно эксплуатации ну для начала по порядку судя по всему судя по магазину и по тем характеристикам эта модель вот этой фирмы 1033s2 не знаю насколько же эта модель но по крайней мере так написано что это именно эта модель на циферблате присутствует стрелка минутная стрелка часовая секундная стрелка красненькая такая вы видите она бегает там внизу над маятником и еще один циферблат присутствует это 24 часовой циферблат он показывает там стрелочка показывает как раз в режиме 24 часа тоже в общем то удобно и есть еще один циферблатик такой небольшой который показывает который показывает день-ночь день-ночь и ты что-то между днем и ночью что происходит там солнышко и луна значит обратную сторону я уже много рассказал здесь вот резисто написано есть маятник который крутится ну вот скажу по опыту сразу что либо я он и они только чем скажем так чем не очень удобные вот такие механические часы тем что только если они долго стояли их нужно либо заводить прошу для этого присутствует здесь головка для завода и подвода собственно стрелок и либо долго с ними ходить чтобы маятник опять же завел пружину и она уже давала ход часам мне показалось но это мое тоже мнение мне показалось что все таки завода маятника не очень хватает поэтому я пока что в течение вот месяца регулярно в одно и то же время заводил эти часы для механических кстати это очень важно именно вот такой вот завод в одно и то же время потому что тогда они идут точнее здесь есть еще вот такой циферблат который крутится это у нас как я понял такой тахиметр как работает тахиметр я тут выяснил оказывается но он здесь совершенно бесполезен если то он естественно потому что здесь нет секундной стрелки большой потому что именно по секундной стрелки замеряется вот по рискам которые нанесены скорость собственно объекта которого которая замеряется попытаюсь вам рассказать как это работает если секундную стрелку выставить на начало это вот на 12 как бы часов и засечь то есть пустить ее момент когда начало отсчета и когда объект которого вы засекаете проходит один километр стрелку останавливаем она показывает как раз на приблизительную скорость этого объекта который он прошел за один километр вот не знаю поняли вы или нет я вроде так понял как работает тахиметр но я говорю здесь он видимо совершенно для красоты хотя вот этот ободочек крутится прекрасно может быть я что-то не так вот объяснил или понял тогда вы меня поправьте стоимость была этих часов по крайней мере когда их покупал 1400 рублей сейчас кстати его смотрю на сайт сейчас они стоят уже 2100 вот собственно видите как меняется цена хотя у него я говорю до сих пор висит один заказ это мой и один мой отзыв по шкалам здесь кстати тоже очень интересные шкалы интересно так вот они покрашены украшены что все вот тут вот такое ощущение что неровный циферблат ну и создает такое некое интересное явление браслет браслет конечно очень дешевый если честно вот тут вот если вы видите тут у него от от не очень сильно загнутые ну скажем так тут крепежи должны быть они разбалтываются скажем так потом сама сам ремешок уже как вы видели он уже немножко поцарапан вот ну собственно вот она изнанка китайской стали вот растягивается застегивается нормально держит не растягивается в процессе эксплуатации носится но единственное что видно что он конечно ну если будет возможность конечно или будет желание то его лучше конечно поменять а так в принципе вот по общее впечатление по этим часам довольно приятно и достаточно точно они ходят если вот вовремя я говорю что их заводить они очень точно ходят вот по крайней мере за месяц они стали там по моему на две секунды насколько я смотрел вот как будут ходить дальше посмотрим вот но тем не менее ссылочку на этого продавца конечно дам так они смотрятся на руке вот и в общем то рекомендую если вам нравятся такие часы покупайте с удовольствием носите они так в общем то достаточно хорошо смотрится на руке диаметр циферблата 4 6 сантиметра диаметр ой толщина корпуса полтора сантиметра хотя сами часы вот насколько я их эксплуатировал скажем так на стекле ну видно что это стекло причем такое она немножко выгнутое вы увидите это видите это вот я вам показываю но она не поцарапалась ничего и тут вроде я не заметил каких-то особых царапок только вот на ремешке вот именно на крышке ремешка вот собственно и все наверно пройти часы продавца рекомендую достаточно быстро отправил все отслеживалось посылочка получил и часы оказались в общем-то неплохие часы название которых произносить не могу потому что не понимаю рекомендую